Волочкова напрашивается в дуэт к певцу Шаман. Мечтает об этом. И это должно быть мечтой Шамана. Почему? Потому что, по утверждению балерины, все, что связано с ее фамилией, обречено на успех, попадает в топ и в тренды. Поэтому Шаман, как бы, по ее логике, должен об этом всерьез задуматься. Друзья, давайте-ка обсудим, а на ваш взгляд, возможен такой дуэт или нет. Вот видеозапись, где Волочкова об этом говорит, я разместил у себя в Телеграме. Обязательно зайдите, посмотрите. И, кстати, жмите лайк, чтобы это видео продвигалось, как можно больше людей узнало об этом дуэте. Ну так вот, зайдете, послушайте. И она говорит, да, это будет бомба. Я настоящий патриот России. И вот хочется в этом направлении что-то сделать. И вот Шаман. То есть, смотрите, Джигурда сбежал, Шаляпин, я так понимаю, тоже на очереди. Ведь очень часто мужчины меняются, да, в окружении Волочковой. И вот на очереди Шаман. Я так и представляю их вдвоем, вот в этой купели, вот в этой бочке, в окружении мужиков с вот этими вениками березовыми. Все, как любит Волочкова. Еще охапка роз. И, знаете, вот еще не хватает чего. Вот Шаман поет, а Волочкова так в шпагате сзади проносит. Я считаю, что, к сожалению, для Волочковой этот дуэт невозможен. Объясню почему. Сейчас Шаман занял прочную позицию такого лидера среди патриотических певцов. Правильно? А Волочкова? Волочкова это Борлеск, это Канкан, это ходячий аттракцион. Ну, а в купе с Джигурдой это вообще клоунада была. Поэтому, ну, не дадут Шаману выступить дуэтом с Волочковой. И вы даже не убеждаете меня то, что Шаман самостоятельная личность, может там принимать какие-то решения. И тот, кто стоит выше, тот, кто сейчас опекает его, ну, просто скажет, зачем тебе это? Это так же невозможно, как дуэт Волочковой с Расторгуевым. Это так же невозможно, как дуэт Волочковой с Газмановым. Ну, в общем, если у вас другое мнение, напишите об этом в комментариях. Ну и жмите лайк, если вы согласны с моим мнением. И обязательно зайдите в мой Телеграм, где послушаете эту речь Волочковой.